Всем привет! Сегодня я вам покажу крутые самоделки из пластиковых труб, ведь это отличный материал для полета вашей фантазии. Но прежде чем начать, хочу вам рассказать об одной девушке, чей канал я нашел на просторах ютуба. Она делает ремонт у себя в квартире, не вкладывая ни копейки. Даже отделочника бесплатного нашла. И теперь он начинает там творить свои чудеса. Я посмотрел несколько серий и просто завис. Много полезной и практичной информации. Это целое реалити шоу. Обязательно загляните на канал, на это стоит подписаться. А начнем мы с одного очень полезного приспособления, держателя для инструментов с канала Анспири. Думаю его можно даже назвать гаражным органайзером. Изготовление же его очень простое, но как видите полезности ему не занимать. В данном случае были использованы трубы двух размеров. Одна из них водопроводная 25 диаметра, а другая канализационная на 50. В качестве основания для органайзера служит фанера, а крючки это шуруп-костыль. Далее самоделка для огородников. Это катушка для поливочного шланга с канала АН-71РУС. Каркас выполнен полностью из пластиковых труб с использованием всего лишь нескольких саморезов и пары болтов с гайками для крепления колес. Подача воды происходит из сердцевиной кадушки, куда вмонтирована труба. Для соединения со шлангом использована муфта с внутренней резьбой. В катушку же вода приходит с одной из сторон, где также впаянная муфта, но уже с внешней резьбой. Колеса, о которых я уже упоминал, делают эту конструкцию очень мобильной. И вот на такую нехитрую самоделку наматывается 50 метров шланга. Ну а куда денешься в квартире без сушилки для белья? Смастерить ее также можно из пластиковых труб. Нашел я ее на канале Salt & Channel. Итак, чтобы изготовить сушилку, понадобится канализационная труба на 50, в которой просверливаются сквозные отверстия на расстоянии сантиметров 15 друг от друга. Также понадобится еще одна труба, но диаметром на 25, в которой аналогично нужно сделать отверстие. После этого необходимо сделать пластиковые шайбы, для того, чтобы отделить каждое отверстие друг от друга. Внутренний диаметр шайбы должен быть на 25, чтобы плотно сидеть на внутренней трубе, а внешний на 45, чтобы легко входить в 50 трубу. Далее нужно отцентровать обе трубы при помощи все того же сверла и продеть в каждое отверстие веревку. Длина каждой должна быть равной и составлять расстояние, которое будет использовано во время сушки. На концах связываем узлы, вытягиваем внутреннюю конструкцию, отрезаем тот конец веревки, что был с узлом и связываем новые узлы. После этого вновь собираем конструкцию. Делаем две заглушки, как и те шайбы, что были ранее, но внешний диаметр уже на 50. И приклеиваем с обеих сторон. Сушилка готова. Остается только закрепить ее к стене. Катушку будут держать клипсы, а ответную планку – дюбель-крюк с полукольцами. Теперь немного о фермерстве. Много людей, живущих в частных домах, любят держать кур и другую домашнюю птицу. Именно для них и придумана эта самоделка с портала в фермеру. Это тот самый случай, когда все гениально и просто. Нужна всего лишь труба на 110 мм необходимой длины, либо несколько соединенных. По длине она должна быть для удобства засыпки корма не выше человеческого роста. Далее тройник и два отвода на 30 градусов. Собирается эта конструкция легко, а держится на стене при помощи хомутов. Ну а завершим эту подборку самоделкой для вкусняшек. Знали ли вы, что из канализационной трубы получается замечательная грядка для клубники? Как ее сделать, показал Сергей Крошкин на своем канале. Для этого понадобится две трубы, одна из них на 200, хотя можно взять и уже, а вторая на 50. К широкой трубе коронкой делаем отверстие для саженцев, а вторую с многочисленными мелкими отверстиями и обмотанной синтетической тканью помещаем вовнутрь первой. Она будет служить для подачи воды и жидких кормов. Устанавливается такая грядка может как на ножки, так и подвешиваться. Несомненно, она также имеет немало преимуществ перед классическим способом выращивания. Грядка становится более мобильной и в случае града ягоды легко спасти. При маленьких участках такие грядки не займут много места, расположить их можно прикрепив даже на стену. Ну и ягоды при созревании не лежат на земле, не сыреют, не гниют и не пачкаются. А всевозможным прожорливым насекомым становится труднее к ним добираться. Ссылки же на полные ролики и замечательных авторов вы найдете в описании под видео. Напишите в комментариях, что вы хотели бы смастерить из пластиковых труб и что возможно уже смастерили. А если вам понравилась эта подборка, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok